я притопал венедорм в основную его часть на пляж леванте здесь хочу сегодня взять автомобиль новый в аренду пришел в офис у них как обычно сиеста с 13 30 до 16 офис по прокат автомобилей не работает мне остается только ждать сейчас примерно 3 часа дня ну и я начал ходить вокруг офисе искать свою машину предполагаемую и принципе из маленьких машин которые которые я арендовал то есть тому мне написано конкретная марка у меня написано класс автомобиля вот такой мало литражка и один из автомобилей который подходит по описанию я вижу что стоит вот такой smart smart пассион какой-то я заказывал пятидверку и вижу что там есть какой-то багажник надеюсь туда наши два чемодана залезут ну какие-то сумки мы положим вперед в принципе места нам вполне хватит и я смотрю что мы эта машинка на автомате такой аппарат принципе меня устраивает может было взять что-то и побольше но по цене это было самое дешевое по цене и тут я получается плачу франшизу с моей карты будут списаны деньги в размере 40 тысяч рублей там с плюсом мы его берем получается в аренду примерно на больше чем на 20 дней все пойду к морю пока выйду вот чем хорошо отдыхать в начале июня на костабланке то что еще не сильно жарко и есть такой прохладный бриф с моря и когда вы нагрелись на солнышке и идете к морю вот этот прохладный ветерочек слегка такой нотки прохладные они как будут тонизируют оптимально ехать на костабланку валенсию венедорм в аликант если вы едете или в кальп после 25 мая прям вообще такой шикарная шикарная погода устанавливается и в этом случае прогреваются бассейны уже то есть вода в них не холодная уже детки могут купаться вот если вы едете с детьми то наверное после 25 мая планируете свой чтобы погода устоялась но просто эта весна она очень прохладная начало этого лета 2015 году очень прохладная год на год не приходится прошлые годы весна была очень теплая и лето раньше начиналось вот этот офис куда я пришел тут кстати тоже есть такое же отверстие если вы приезжаете офис закрыт это выходной день или сиеста вы можете оставить машину и бросить сюда ключики предварительно конечно ее нужно закрыть здесь все указано и советую вам сделать по кругу 360 градусов то есть вокруг машины всю ее заснять чтобы не было чтобы был у вас видео как доказательство что нет на ней повреждений вот чтобы вам потом ничего не могли предъявить ну и старайтесь сдавать если убрали полный бак то соответственно нужно сдавать полный бак чтобы вас потом чардж не сделали по карте не сняли деньги за то что не хватает топлива вот по моему опыту в gold car я больше обращаться не буду потому что слишком много скрытых платежей посмотрим вот первый опыт мой был в испании с аренды автомобиля я обращался в центауров всем советую проблем никаких не было машина в хорошем состоянии была практически новая и также с возвратом все быстро оформили получил ее вернул также валенсии я брал валенсии прошлый раз и ездили мы по костабланке пляж леванте вот у меня есть пока время засниму немножечко пляж леванте тут как всегда аншлаг небольшая реклама друзья мы как и вы любим испанию и нам как и многим зрителям нашего канала конечно хотелось бы иметь тут свое жилье я часто просматриваю предложение недвижимости на рынке костабланка и для поиска вариантов жилья я использую в том числе портал люцинвест на данном сайте встречаются интересные квартиры небольшие дома виллы а также другая недвижимость удобный поиск с фильтрами для подбора по вашим критериям только по испании тут более 15 тысяч вариантов недвижимости есть и другие страны европы и что очень удобно на сайте компании спальнюкс инвест есть информационные видео тех населенных пунктов где находятся эти объекты youtube канал компании люкс инвест 2010 компания спальнюкс инвест предлагает помощь в продаже и покупке а также строительстве недвижимости там же можно получить консультацию от квалифицированных специалистов по всем вопросам связан с недвижимостью находится на в бенидорме ссылки на сайт и канал компании в описании к видео очень много туристов в этой части города ну естественно англичан молодежи также много здесь ну и скажу что пешочком ходить очень замечательно по бенидорму примерно протопал я около 8 километров в эту часть города а пришел я ну вот видите там вот та гора вот справа от нее получается то есть я самого края бенидорма буквально от начальной его точки с южной стороны пришел в его северную часть быстрым шагом хочу заметить что когда идешь но у них не такой напряженный трафик например как сочи когда идешь получается нету загазованности воздух чистый идти достаточно комфортно плюс еще есть места где можно укрыться в тени пройти какое-то расстояние под навесами где тенечек ну и конечно картинка радует когда идешь по городу по такому красивому а люди загорают топ плюс да вот как увидеть ну а и а а а а и и Но здесь вот такое ощущение, что как дома, все чистенько. Она сама говорит, что ей лучше самой убраться, потому что она когда нанимает какие-то конторы, они там моют все плохо, переделывать за ними заново надо. Ей проще самой все убрать, окончательно, бесповоротно, чтобы все было чистенько и хорошо. Вот мы заехали, там специи стоят, там то стоит, шампуни стоят. У меня все шампуни, все гели для душа, но все стоит. И шампуни, гели для душа какие-то, помывалки все, мытье то-се, там полотенце. На самом деле даже хочется что-то оставить в такой квартире, пускай там по мелочи, пускай там, смотрю, чаи стоят. Все, то есть она убрала и ничего не забирает домой себе. А там все почистую выгребено, все. Короче, вот прям вот мы даже покупали освежитель воздуха в туалет. С Владиком играли, играл Владик футбол до 10 вечера, но тут приезжие все так играют, потому что здесь 10 тепло и тепло и светло. И поэтому мы даже домой не хотели идти, настолько не хотелось нам в ту квартиру. Мы как к тигры в клетке ходили по ней. Там даже, ну блин, короче, ужасная была квартира, а здесь прям кайф. Вот они, кстати, видите, у них зоны такие балконы, они там себе часто ставят катки с пальмами, с цветами, с чем-то угодно, с чем угодно. Вот это тоже, тут балконы большие, вот. Причем здесь не ценятся первые этажи. На первых этажах зимой холодно, а летом очень жарко. Чем выше недвижимость, то есть зимой будет тепло, солнце прогревается, так как отопления нет, а летом здесь будет прохладно. И здесь дома не построены с вентиляцией правильной, поэтому, короче, надо, чтобы окна вообще как можно больше было окон. И даже в туалетах у них окна, чтобы это была вентиляция. Смотрите, какие большие балконы. Вот у них там диваны стоят, у них там, как в Турции, такие же балконы. Вот, а вот эта зона Атика, вот это тоже считается Атика. Вот целая квартира получается на балконе, но это, конечно, с такими зонами Атика, это квартиры дорогие. Испанцы многие мечтают о таких квартирах, им это очень нравится, когда такая. Ну вот мы поставили столики уже, тут можно будет кушать, вот так вот смотреть на это все. Ну что, вот мне и вручили ключи от машины. Значит, мой тариф за 21 день составил 345 евро. Сейчас вы увидите на экране сумму за сутки, сколько стоит этот автомобиль. Ну, скажу, что он не совсем новый, у него есть какие-то царапины на бампере. Это указали в его анкете. Две царапины какие-то на бампере, сейчас мы посмотрим. И есть царапина на диске. Но тут, видимо, не диск, тут колпак. И все равно это указали. Сейчас я внимательно еще раз осмотрю на предмет повреждений, чтобы не взять ее с большими повреждениями, которые не указаны. Ну что же, этот автомобиль даже, мне кажется, немножечко выше, чем тот смарт, который я чуть ранее снимал. Конечно, это не тот смарт, но, тем не менее, почему нет? Нормальный Fiat Panda. Попробуем на Fiat покататься на одном Fiat. В прошлом году я уже ездил здесь по Испании, это уже второй Fiat. Ура! Мы на машине! Наконец-то! Мы ходили пешком почти неделю. Я сегодня сошел за машиной, думаю, ну пойду за машиной. Жирок пускает, поджигаем. Но идти-то приличное расстояние. Блин, почти 8 километров. Еще быстрым шагом я пришел из Сиеста на перерыв. Может было не спешить. А вот поэтому они такие счастливые и долго не живут. В воскресенье они не работают. Сиеста у них с 13 до 16 часов. А у кого-то и до 18. Да, поэтому счастливые люди, испанцы. Вот у них знаков главная дорога нету, я не вижу их. У них есть только уступи дорогу. Если вы едете, знаков нету, значит вы едете по основной дороге. Если есть уступи дорогу, соответственно, это вторичная дорога. Смотри, в любом случае это дешевле, чем ездить на автобусе и на такси. Это 15 евро, это копейки. Да, просто если проезд на автобусе полтора евро стоит, к примеру, вот если мы отсюда с этого района, да или вообще сели в автобус и поехали, допустим, в Каррифурд или в другую часть города, полтора евро на троих, с каждого, точнее, это получит четыре с половиной. В обратную дорогу уже 9 евро, а машина стоит 15. Так это 9 или 15, или ты на своей машине, когда тебе нужно, куда хочешь заехал, в любом магазине остановился, в любом месте посмотрел, вышел, какие-то красоты. Ну, поэтому я считаю, что если вы едете на длительное пребывание в Европу, то есть смысл, по-любому есть смысл брать машину в прокате, потому что на этот транспорт отдашь больше денег. Можно, конечно, взять там проездные, туда-сюда, но это, блин, целая история. А тут номерочек, вот, номерочек, дядь, не битые они, посмотрел? Мы один раз просто купили, они были вот в таких мешочках треснутые, и были осколки от ракушек этих, прям, конечно, вот, видите, ну вот, вот, вот они, видишь, располки вот эти, вот, вот они треснутые. А вот это лучше мешочек. Смотри, какие еще есть, маленькие ракушки. А мы такие ели. А есть вот такие рапанчики маленькие. Вот такие. Осьминожку. Осьминожку не хочешь? Извините, вот осьминог, вот я чукча. Ой, вот такой я ела в этом, да, паэлье. Скумбрия. Скумбрия, а у них она кабала, или кабала. Кабала. Вот берем килограммчик таких, таких креветок. Попробуем крупные. О, как много. Еще мидии взял уже. Мидии, да, и креветовцы такие крупные. Вот такой пакетик у нас на 7 евро. Ну, раз мы взяли морепродукты, она решила взять себе какое-то вино побаловать. Ну, выбор огромный, поэтому будем стрелять пальцем в небо. Куда попадем, не знаю. Я в прошлом году брал, и за евро хорошее, и за 4 хорошее, и тут не угадаешь. За 4 мы брали кислятина была, по-моему. Да, и за 4 евро было не очень вино, так что. В принципе, оно то, что сладкое вино, оно все здесь креплено, оно как портвейн идет, 15 градусов. А вот смотри, все разобрали, то, что у нас акция, 3,95 и 2,95. Да, смотри, кстати, на то вино, которое разбирают. Мне кажется, это логично. Си, это да. Значит, там содержится. Полусладкое. Ага, и вот это. Сами-дульси. Вот есть по 1,5 евро, есть по 2,35. Какой хочешь, такое бери. Без разницы, я не понимаю, нет. Возьми 2 бутылки, будешь знать. Ну, давай 2, на 2 месяца. На 2 месяца. Продлеваем упуск на 2 месяца. Ну, 1,5 евро и 2,5 евро. Две бутылки вина. Вот такие цены. Удивляет, что здесь пакетики для зонтиков. Когда дождик идет. Когда дождик идет, что вы пришли, и зонтик не капал. Полный сервис. Только побольше этих магазинов бы еще. А зачем вы опять идете, как русские? Ой, что-то так потупили. Полиция стоит, штраф сразу выпишут за неположенном месте переход. Они никак не могут привыкнуть. Я постоянно перехожу по пешеходным переходам. И постоянно их отдергиваю, чтобы они не бегали, где попало. Но Владик-то просто по премьеру маминому следует. На него ругаться не будем. А вот маме надо выписать штраф. Все, пойдемте. Вот нас пропускают. Кстати, здесь проблемы нету с тем, что пешеходы, как только подходят дороги, всегда пропускают. Ну и машины вообще как бы двигаются с маленькой скоростью, никто не гоняет. Порядок, в общем, тут во всем. Ну вот мы и пришли к нашему Фиатику. Фиатик Панда. Вот такой вот у нас автомобильчик. Мы приготовили в нашем новом жилье вечерний такой ужин. Всегда вечерний. Ирина приготовила, точнее, ужин. Сварила креветок. Там у нас медиа. Наливает сама себе вина. Ну нет, нет у нас этих кавалеров. Кавалерин за камерой. Еще у нас есть на столе хамон консумовский. Серано хембро. Прям как хомбро. Как будто мужской. Есть хамбро. Да, пивас такой. Венцо. И вы посмотрите, какой шикарный, красивый биллидорм. И какой отсюда здоровский вид. Вообще вид на несколько миллионов долларов. Прям шикарный вид. И все это из нашей новой квартиры. Сыр, как называется, покажи. Старый Амстердам. Старый Амстердам. Старый Амстердам. Владик у нас баварские сосисочки с натурального мяса. Ест со спагетти и с салатиком. Вот столько тут. Целая такая миска здоровая. А другой не было. Пластиковая. Да, уже готовый салат практически продается. Только нужно добавить туда еще дополнительные ингредиенты. Можно оливки, помидоры, огурец по желанию и перчик. Да, кто любит. И соевый соус. И соевый соус это Владик любит. Мам бьет у нас полусладкое вино. Или оно сухое? Смотри, какое оно красивое, запотевшее. Ну тут попробуй скажи, да. Столько выбирали-то. Спрашивали совета продавца. Обманул? Нет. Полусладкое? Оно слегка сладкое. Это не такое, как кислятин. Мы убрали, пить невозможно. Ну отлично. Угодили. Да. Да, а я вернусь к нашим пенатам. Давайте еще раз похвалю эту квартиру. Ну, смотрите, вот они сидят. Как далеко я ухожу назад. В конец дома. Я пошел. Можно футбол играть, да? Если сетку повесить. Я еще не дошел до конца. Да, я еще не дошел до конца. Еще не дошел. Сейчас. Тут у нас стиралка еще стоит. Вот. Тут у нас еще водонагреватель висит. В общем, 13 метров длина этого балкона. А внизу как все шикарно подсвечивается. Бассейнчик с подсветкой. Ну вот в нашем доме почему-то без подсветки не включили. забыли. И вот в соседнем доме тоже подсветочки как-то нету. Экономят, видимо. Ну, гигантский такой поручень со стеклом здесь. Сейчас я его покажу на свету. Там в темноте как-то не видно. Ну, испанцы как бы... Я вот, например, с ненаверием отношусь к кирпичу. В один кирпич на такой высоте. Вот эта вот фигня. Ну, как бы она устойчивая. Но вот эта штука гуляет ходит. То есть она там не закреплена с торца. Там закреплена лишь только каждая стойка по два анкера. Не знаю, что там за анкеры. Но эта штука конструкция вся гуляет. Поэтому на нее... Смотри, Владик. На нее не опирайся. Видишь, она как гуляет? Если сильно там... Если на нее навалиться, то можно с этой конструкции вниз улететь. И все. И все на этом кончится. Game over называется. Поэтому не налегай. Очень опасная штука. Ну, а вид шикарный. Если бы это была наша квартира, я бы, конечно, ее усилил, закрепил. И, может быть, даже какую-то вторую поставил. Нельзя нарушать. Да, ничего страшного. Изнутри можно сделать. Ну, здесь лучше вид, да. Потому что в том здании вот там мигает красная лампочка. Мы жили рядом. Там как бы не все так видно. Здесь получается весь бенедором как на ладони. Полностью раскрывается. Там лишь была видна часть Леванта и вдалеке как бы вот фенестрат. Вот локал и фенестрат. Ну, здесь как бы очень полный вид. Слышно, как самолет пошел на взлет. Летит с Аликанте. Сейчас ночью как бы тихо все. Видно Терамитику. Парк подсвечивается и увеска. Видно там еще Леруа Мерлин рядом. Здесь вот торговый центр Ла Марина, Медиамарк. Тут магазин видно. Вид шикарный. Здесь просто можно сидеть и наслаждаться каждый вечер такими видами. И, кстати, отсюда видно, ну вот сейчас как бы дымкой затянуло, а вообще отсюда видно кальп и ифач, гору ифач. Она вот прямо по курсу. Креветки вообще получились такие здоровые, клевые. Ты попробовала? Вкусные? Да, вкусные. Они такие тверденькие, не перемороженные. А еще у нас мидии. Сейчас я покажу. Ну вот так вот ночью у нас квартирка выглядит. Смотрите, сколько дверей. Одна дверь. Там вот на Атиках подъем наверх на пентхаус. Вот здесь вторая дверь. То есть две двери получается. Но это у них заблокировано, видимо, может сломалось или что. Это вот дверь в детскую. И это дверь в нашу спальню. Можно зайти. Вообще очень классно, что много полотенцев. Это вот хозяйка предусмотрела. Какие-то там есть скатерти. То есть в плане то, что хозяйка предоставила, вообще там супер. То есть это вот действительно супер хозяин. По-моему, у нее такой статус и есть на сайте R&B. Вот даже тут есть сейф. Я удивлен. Какие-то покрывала есть. Много вешалок. Есть дополнительное постельное белье. Кто-то жаловался там, писал, не жаловался. Кто-то писал в отзыве про эту квартиру, что как бы белье не устроило. Ну, постельное белье очень хорошее. В ванне. Видите, потолок низкий. Сколько потолок? Ну, я думаю, что 2.20, где-то 2.30, не больше. 2.20. Во всех квартирах в Испании проблема с вентиляцией. Но здесь такого нету. Здесь, видимо, много окон. Там, где мы жили, просто не было даже балкона. Здесь все-таки более-менее проветривается нормально. В остальном-то весь дом нормально, отлично выглядит. И фойе, да. Подъезд. Подъезд отличный. Вообще в подъезде лавочки, цветы. У них на первом этаже для собственников дома также есть какая-то гимназия. Потом тренажерный зал. Только могут собственники пользоваться. Придомовая территория очень богатая, шикарная. Там и детская площадка, и зелени очень много. И лежаки. Бассейн 2. Два бассейна. Детский и взрослый. Можно вот так вот выйти с этой стороны дома. Другой парк. Паркинг здесь есть. Ну, не знаю. Паркинг, возможно, как платная опция. Вот. Но, в целом, все вот то, что касается придомовой территории и внешнего вида дома. Ну, огромный балкон, да, тоже огромный плюс. Вот. Окна в пол. Ну, зимы тут теплые. Ну, бывает вот прохладные, конечно. Но чаще всего зиму очень теплые, все жители говорят. Поэтому, как бы, они... Но, опять же, еще зависит от места расположения дома. Вот сейчас мы находимся на самом верху. Получается, локала Фенестрат. И здесь ветра продувают. Здесь достаточно сильные ветра. Все, кто живет вот там ниже, говорят, что там внизу, как бы, ветра очень меньше ощущается. То есть, и там более комфортно. А здесь зима очень сильные ветра. Но, опять же, говорят, что не всю зиму, а какие-то там периоды. Там, может быть, неделю, двуэт или две недели. Я уж точно не знаю. Это надо тут пожить, как бы, и понять. Самый грамотный подход, если кто-то хочет переехать, то надо, конечно, приехать в разные сезоны и пожить. Месяц, допустим, в летний сезон. И, там, пару месяцев еще в межсезонье, в какой-то зимой, весной. Чтобы понять, насколько комфортно по климату, насколько место там располагает, да. Но красота, конечно, неописуемая. Сегодня слишком много денег потратили. Да? Мы денег много потратили. Мы сегодня, по русским местам, мы потратили примерно пять тысяч сегодня. Ну, я не скажу, что мы, так, чего-то много набрали. Я вот так смотрю, и, как бы, я не спал, что у нас холодильник полный. Сейчас показать наш холодильник, он полупустой, да? Вот покажи холодильник. На пять тысяч мы набрали, а как выглядит холодильник? Ну, во-первых, мы кривитусов только набрали на сколько там? На тысячу рублей. Это уже минус тысяч. А мы на столе. А, ну вот то, что мы набрали сегодня на пять тысяч. Читосы. Ну, или я на лекарство купила. Что мы набили? Как мы набили холодильник на пять тысяч рублей? Йогурты, вот тут четыре штуки. Вина две бутылки. Крабовые палочки. Сосиски две пачки. А, это паштет Ирина взяла. Какой-то там, крем афина кон пато. Ла пимента негра. Дальше, что у нас? Ну, здесь бекончики есть для яичницы. Это, я так понимаю, сыр такой, моцарелла. Ага. Что еще тут? Томат топала. Да не знаю, Ирина что-то купила. Какая-то томата. Томатная паста, наверное, для борща вот такой. Свежие помидоры. Я не знаю, Ирина, это томатная паста или что? Это, здесь кабра, козий сыр, фарш. Ирина взяла яйца 12 штук. Здесь какое-то мясо. Какое-то, три окорочка. Три окорочка. Салат вот такой в пакетах, половина пакета уже салатница. Помидоры, вот такая вот миска. Какуста, молоко, пивасик, тут есть пиванный. Чесночок, брокколи, морковку ты взяла, да? Да. Перцы вот такие. Короче, такие толстые перцы и вот такие вот перцы тоже прикольные. Вот это вот все на пять тысяч. Но здесь не все еще, мидии же и креветки. Ну и вот этот маленький кусочек говядины. Маленький кусочек говядины. Вот такие вот большие толстые перцы. Печенье с шоколадом, овсяное что ли. Вот, сокец. Чипсы мы еще взяли. Яблочки. Яблочки. Мама купила, да? Да, яблочки. Вот такие яблоки она купила. Кстати, вот специи брала уже, вторую взяла. Такие хорошие здесь вкусные специи. Вот эта у нас уже была. Да, это нет, вторая. Италия. Еще что-то у меня тут варится. Это мясо варится. Вот апельсины. Сетка два килограмма. Огурчики. Огурчики. Ну вот это вот все на пять тысяч. Вот. Смотрите, еще тут мидии в кастрюле. Крупненькие. Хамон еще, да. Хамон. Вот еще сыр. Старый Амстердам. Багет. Вот это пять тысяч. Вот так вот мы на испанской кухне варим русский борщ. Щи. Щи. А на улице вот такая вот фигня. Погода отвратительная. Холодина. Солнца уже нету второй месяц. В общем, бардак какой-то вот творится возле дома. Какой-то беспорядок. Вообще, надо уезжать с этой испании. Ты шутишь? А нынешно я шучую. Топе. Субтитрыос до 납ки. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»